С Днем защиты детей от имени главы региона учащихся коррекционной школы-интерната номер два поздравила заместителя Кимаобласти Анархан Дюсенова. В специальном образовательном учреждении воспитываются и получают знания 230 школьников. Это дети с ограниченными возможностями. Репортаж Кристины Горбаченко. В коррекционной школе-интернате сегодня тоже праздник. Дети принимали участие в концерте и выставке спортивных играх. Полезный досуг – один из факторов воспитательного процесса. О том, как он организован, директор учреждения Николай Хованский рассказывает заместителю Кимаобласти Анархан Дюсеновой. В начале школы наши дети идут в учебно-производственный комбинат. Это самостоятельно созданная структурная единица, также написаны программы. На сегодняшний день там обучаются четыре бюджетные группы. Знания здесь получают 230 учащихся. 50 из них – сельчане и проживают в интернате. Это дети, которые имеют нарушения в развитии. После небольшой экскурсии Анархан Дюсенова поздравила школьников. От имени Акимаобласти вручила подарок. Огромную благодарность я хочу сегодня выразить, во-первых, всем педагогам нашего учреждения. Наверное, не было бы любви в ваших сердцах к нашим детям, не было бы результата вашего труда. Огромный низкий поклон за ваш труд, за ваше теплое отношение к детишкам. И разрешите от имени Акимаобласти вручить Николаю Петровичу вашему учреждению подарочный сетевкат на сумму 500 тысяч тенге. Школьники здесь обучаются по специальным программам. Старшеклассники параллельно получают специальность. Есть дети, которые реабилитируются и идут осваивать профессию наравне с другими студентами. К данной категории учащихся относится Вячеслав Сергеев. Он в этом году выпускник. В этом году выпускника всего лишь два. Я и мой адрес Тенгена. Вчера, в субботу мы сдавали экзамен по-русскому, сдали на четверке, очень хорошо. Собираюсь поступать в железнодорожный колледж, город Бетопарска. Хочу стать помощником машиниста. В соседнем североказахстанском учебно-производственном комбинате Анархан Дюсенова пообщалась со студентами. Их в этом году 86. Они станут специалистами по ремонту обуви, швеями и парикмахерами. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.